Шел 30-й месяц трехдневной СВО, которая до сих пор идет по плану. Украина создает в Курской области военные комендатуры, тем временем Путин начинает укреплять Москву. Начался ли переполох в бункере об этом? И не только поговорим с нашим гостем Сергеем Жирновым. Сергей Олегович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, Анастасия, я тоже очень рад. Привет всем нашим зрителям. Суд же и еще 81 населенный пункт Курщины официально под контролем ВСУ. Силы обороны Украины продолжают движение дальше. Создают комендатуры, об этом заявил главком Сырский. И что удивительно, даже пишут российские СМИ. А что же будет делать Путин? Вот Байден, например, накануне сказал, что наступление ВСУ – это дилемма для Путина. Сергей, как вы думаете, действительно ли для Путина это дилемма? Будет ли он как-то решать эту проблему? Или все-таки никаких проблем нет и СВО идет по плану? Нет, СВО, конечно, идет не по плану. Это совершенно ясно всем. Оно и с самого начала шло не по плану. И оно на фронте на востоке Украины идет не по плану. Ну а здесь уж совсем не по плану. Потому что, вы же сами понимаете, никто не планировал, что украинские войска войдут на территорию Российской Федерации. Это совсем в таком плане. Никакой план не предусматривает, что противник войдет на вашу территорию, вам придется эвакуировать собственных граждан, защищать, рыть окопы какие-то посредине собственного субъекта Российской Федерации и так далее. Нет, здесь план, конечно, уже никакого плана нет. Это явно совершенно застигнут Путин врасплох. И поэтому он, кстати, и не может отреагировать, потому что он на самом деле очень плохо реагирует на всё, что не идёт по плану. Он очень консервативный человек, и поэтому он, когда делает какие-то гадости, он старается, чтобы всё шло по его плану. То есть вот если всё идёт по его плану, тогда всё отлично, тогда он ориентируется и так далее. Или по тому плану, который он выстроил и, так сказать, подумал, а что мне ответит, а как мне ответит, а где будут красные линии, а где что возможно, что невозможно. И вдруг, когда случается что-то, что совсем не было запланировано, вот тут Путин впадает просто в ступор, потому что он очень плохо реагирует на изменяющую ситуацию. Обратите внимание, уже в этом году была такая же ситуация, менее драматическая для Путина, когда просто накануне его выступления перед Федеральным собранием, просто в Париже за несколько дней перед этим, Макрон во время пресс-конференции бросил лёгкую фразу типа «А мы не можем исключить и посылки натовских войск когда-нибудь на территории Украины». Что было с Путиным? Он был полностью застегнут врасплох, он впал тут же в ступор, потом начал бузить, начал истерить, начали чего-то там пытаться ответить этому делу. И западный лагерь первый раз понял, что достаточно изменить план, по которому мы боремся с Путиным, и всё, и Путин впадает в ступор. Он не способен на самом деле адаптироваться. Он же почему, например, построил вертикаль власти такую, когда ему докладывают только то, что ему нравится? Потому что он не готов к никакому незапланированному течению событий. Он абсолютный консерватор. То есть он консерватор до психиатрии. То есть, грубо говоря, это, вы знаете, вот у Бориса Вьяна было в своё время произведение «Пена лекюм дежо», «Пена дней», где был такой персонаж, значит, мать, которая родила двух детей, и она постоянно для них придумывает какие-то страшные ситуации, проецирует, и в итоге она просто их запирает в конце пьесы в комнату и не выпускает, потому что она боится, что если выпустишь из этой комнаты с ними, что-нибудь может случиться непредвиденное, и они там погибнут и так далее. В итоге она делает из них просто узников, то есть она и в тюрьму запирается. Собственная мать своих детей. Вот Путин не просто детей запер, а он самого себя запер. Вот он самого себя запер в этой комнате, а не дай бог вот из неё выйти, а там же вот огромный океан, а там же сколько непредвиденного, а там может быть снайпер, вон, видите, даже в Трампа стреляли где-то там прям снайперы, да, а там, значит, ещё что-то может быть, а там может гроза, а там может быть ураган, а там может быть народ, который задаёт неудобные вопросы. Да, вот помните, у него такое тоже бывало, когда идёт какая-нибудь конференция, а потом встанет такой мальчик во Владивостоке, где-то на Дальнем Востоке, и скажет, товарищ Путин, вы историю не знаете, да, потому что там Столетняя война — это совсем не то, или там Тридцатистолетняя война — это совсем не то, о чём вы говорите. А Путин к этому не готов, у него не написано на бумажке это, потому что вопросы-то должны быть все согласованы, и тут вдруг встаёт какой-то человек, начинает ему что-то импровизмом, экспромтом чего-то говорить. И поэтому, конечно, Путин сейчас застигнут врасплох, но даже то, что вы сказали про Байдена, Байден тоже хитро сказал. Ну то есть либо он сказал, потому что он просто старенький дедушка, и ему не хотелось развивать очень сильно эту самую фразу, потому что он сказал, Путина ждёт, как вы там сказали, Путин стоит на распутье, да, дилемма. Но Байден не расшифровал, какая дилемма. Он не сказал, какая дилемма перед Путиным. Он не сказал, что перед Путином стоит дилемма либо сдаться в Гаагу, либо ещё чего-то, да, либо прекратить войну, либо проиграть войну, потому что там и так далее. То есть эту дилемму, вот мы с вами должны теперь домысливать, что имел в виду Байден, мы сами не знаем, что он имел в виду на самом деле. И Путин тем более не знает. И для него вот эта ситуация, это, знаете, как вот опять же, где-то там был такой советский, фильм «Отроки во Вселенной» и что-то в этом роде, там несколько серий. И когда, значит, советский фильм, когда, значит, группа подростков попадает в другую галактику, вынувшись на цивилизацию, а там роботы. И вот роботы, они вроде бы там роботы-исполнители. И они там хватают, задают вопросы. И достаточно им просто поставить логическую загадку, которую человек понимает, а робот не понимает. То есть, грубо говоря, «А» упало, «Б» пропало, что осталось на трубе. И робот начинал думать и сгорал. Просто у него перегрев его, значит, этого самого механизма, и он сгорал. Правда, там были роботы-вершители, вот они эту логическую загадку уже могли, значит, разгадать. Вот. И у Путина то же самое. Вот когда Байден сказал, что у тебя дилемма, и всё, и вот сейчас компьютер Путина думает, «А какая дилемма-то? Какая? Запад разрешит Украине, даст ракеты, и можно будет бомбить Москву? Запад войска введёт? Начнёт просто все, когда все поняли. И сейчас самое главное, поняли что в очередной раз? Это было, вот нам с вами понятно, потому что мы ведём с вами давно беседы, и нам с вами это было понятно ещё с прошлого года во время Пригожинского мятежа, что если уйти с фронта на востоке Украины, то вся остальная территория Российской Федерации 17,5 миллионов квадратных километров, она абсолютно не защищена. Там нет ничего. То есть достаточно взять, я не знаю, две дивизии, и вы дойдёте до Петропавловска-Камчатского. И там никто не встанет. Другое дело, нафига это нужно? Но российская территория абсолютно не защищена. И Пригожина убили в прошлом году именно за это, за то, что он показал, что двумя бригадами можно за сутки дойти до Аки. А дальше развернулся и ушёл обратно. И показал, кстати, что Путин в такой ситуации способен выпустить его, и способен даже два месяца делать вид, что он сдался принять этих офицеров-вагнерусов в Кремле, вести с ними какие-то парламентские переговоры и так далее. И вот сейчас происходит второй акт этого же унижения Путинского, когда все понимают, что если вы более-менее серьёзными силами войдёте на территорию Брянской области, на территорию Курской области, на территорию Белгородской области, Орловской области, Липецкой области и далее до Москвы, то там ничего нет. Там ничего нет, потому что все боеспособные силы либо уже разбиты, либо находятся на востоке Украины. И больше того, проблема для Путина заключается в том, что он считает, что эта украинская армия устраивает отвлекающий маневр, чтобы они сняли силы с востока. Он говорит, а раз так, то мы не только оттуда снимать не будем, а мы там даже будем упорнее бороться, да, и даже там отвоюем ещё две с половиной деревни. Они, может, на востоке отвоюют две с половиной деревни, но они могут потерять три области Российской Федерации в другом месте, потому что они не считают, что это стоит, чтобы туда посылать боевые части. И поэтому посмотрите, кого сейчас собирают в Курскую область для того, чтобы отвечать на этот прорыв. Собирают пацанов желторотых, со всей страны срочников, которые никогда не воевали нигде, которые воевать не умеют, которые держать автомат не умеют, и которые станут просто пушечным мясом и в три секунды будут разбиты. То есть в лучшем случае для них они станут там медным фондом, а в худшем просто будут убиты, вот как эта колонна, где сразу там накрыли 400 человек, и всё, Хаймарсом накрыли с кассетным боеприпасом, и всё, там ни рожек, ни ножек. А кто остался, то сбежал, а кто остался, тот попал в госпиталь, и у него навсегда отбило желание куда-то ехать и чего-то там сражаться. На самом деле для Путина, конечно, это, безусловно, очень серьёзный момент. Другое дело, что если, допустим, этот успех будет развиваться, и если будет расширяться зона присутствия украинских войск, временная зона оккупации, то есть получается не рейд на российскую территорию, а зона оккупации, то тогда чего делать-то тогда? Бомбить ядерным ударом по своей территории, прямо по Курской области? То есть чего тогда надо делать-то? И, конечно, а Байден говорит, у него дилемма. Дилемма какая? Ну, я вот для себя дилемму вот такую делаю. Либо, Вовочка, ты сдаёшься в ГАГу, и тебе обеспечивают трёхкомнатный номер в тюрьме, хорошее питание, хорошее обращение, долгих врача, долгих лет жизни. Либо ты стреляешься просто, или свои тебя уже застрелят. Потому что, обратили внимание, когда Путин сидит на Совете Безопасности, уже первые два места не заняты. Вот первые два места он боится посадить, были близко с собой, потому что он один, в этой комнате, по идее, нет охранников, или есть они, но они вне камеры стоят, то есть не близко от Путина. А там сидит восемь здоровых мужиков, которые могут, если восьмером они подойдут к нему, то они ему могут скрутить голову просто восьмером за три секунды. И пока этот охранник будет бежать из соседней комнаты или с другого конца и стрелять в огне всех, уже этого Путина не будет. И поэтому он боится, и поэтому он их отсаживает, хотя никакого ковида уже нету. Ну, правда, видите, Вайден тоже ковидом заболел. То есть, кстати, Путину это дало возможность ещё раз сказать, что у нас, ну, наверное, тоже ковид есть, поэтому будем соблюдать ковидные ограничения, поэтому отсаживайтесь от меня там на пять метров. То есть он боится, он себе даёт лишние пять метров, у него наверняка в ящике стола или там под крышкой стола приклеен пистолет, и он надеется, что вот эти пять метров, как пока они будут к нему бежать, чтобы свернуть ему голову, ему удастся взять этот пистолет и начать отстреливаться от Шойгу, от Герасимова, от Бортникова, от кого там, кто с ним ещё там сидит. И поэтому, значит, он туда, значит, теперь послал Дюмина, единственный человек, которому он доверяет. А что Дюмин? Бортников же, там же режим КТО или как? Да, но по идее, если режим КТО, то должен Бортников отвечать, то есть в ФСБ, но поскольку ФСБ прокололось на этом деле, потому что пограничники входят в ФСБ, и, судя по всему, там есть какие-то разговоры, скорее всего, армейские, армейские разговоры, потому что армия всё-таки не очень довольна, что Министерство обороны сажают Сизу Леофортова. Ей наплевать на Тимура Иванова, ей наплевать на Цаликова, на тех гражданских воров, которых Шойгу привёл самих с собой. Им не нравится факт того, что человека с генеральскими погонами сажают в СИЗО. Чекисты. И поэтому, естественно, военные хотят поставить чекистов, а чекисты хотят поставить военных. Отсюда, кстати, вся история, которую стали распространять, о том, что якобы Герасимову докладывали о том, что будет нападение с украинской стороны, а он не принял должных мер и, наоборот, даже увёл резервы. То есть это чекисты. И вот для меня это абсолютно доказательство того, что ФСБ — это ИПСО ФСБ, который пытается переложить ответственность на армию. А Герасимов, наоборот, переложил, когда сказал, что он всех там разбил первый день, то он переложил ответственность на Бортникова. И Путин понял, что ни тот, ни другой, на самом деле, ему уже не в помощь, и надо посылать какого-то третьего, надо посылать какого-то арбитра, и так возник Дюмин. То есть, получается, сейчас в Кремле идёт грязняк, тоже крайний в этой всей ситуации. Ну и всё-таки, если КТО, то зачем тогда туда бросают военных? Военных туда нельзя не бросать, потому что на территории Курской области зашли регулярные воинские части Украины. С ними никакие эти самые ФСБшники, никакая Росгвардия воевать не может. Потому что ФСБ это, строго говоря, гражданские лица, просто у них есть формальный статус военнослужащих, но они не обучены вести никакие боевые операции. Они вербуют агентуру, они встречаются по подвалам с какими-то там с агентами и ведут контрразведственные операции. Они против регулярных войск армии с танками, с пушками, с хаймерсами, с атакомцами, они делать ничего не могут. Росгвардия то же самое. У Росгвардии нет тяжелой техники. У Росгвардии есть в лучшем случае БТРы, которые их немножко защищают, и автоматы. Всё, у них больше ничего нет. Потому что Росгвардия это бывшие внутренние войска МВД. Росгвардия это не войска для того, чтобы вести войну, это войска для того, чтобы крутить население в тылу. Это войска, которые обеспечивают порядок, то есть они воевать не умеют. Объявить, то есть строго говоря, для того, чтобы дать нормальный ответ на то, что происходит в Курской области, нужно было объявлять военное положение. Военное положение тогда армия берёт под свой контроль всё, армия. Тогда вводятся армейские подразделения с тяжёлой техникой, с артиллерией, с самолётами, с вертолётами, с пушками, с ядерными бомбами и начинают воевать с такими же равноценными регулярными военными силами Украины. Но Путин объявить это не может, потому что у него же даже в Украине нет войны, у него СВО. А теперь получается, что ты ведёшь СВО, но когда ты говоришь, что я провожу специальную военную операцию, а теперь к тебе заходят и ты говоришь, что я снова в специальную военную операцию, только это украинцы объявили. По этому поводу, кстати, мемы же все родились, уже в Украине говорят, украинская сторона начала СВО в Курской области, своё СВО. Украинская сторона, Путин говорил, что в России нет границ. Да, мы убедились, действительно нет границ. Вот спокойно, заходим на любую территорию, значит, зашли на территорию Курской области, убедились, границ нету. А если так дальше пойдёт, то мы до Владивостока можем дойти. Хотите, попробуем. То есть, на самом деле, для Путина это очень неприятная ситуация, и он, то, как он себя ведёт, показывает, что он просто не знает, что ему делать. Вот он абсолютно себя ведёт так же, как это было в августе 2000 года, когда утонула подлодка Курска. Вот он сидел, значит, в ступоре в Сочи и продолжал, значит, кататься на скутерах, есть шашлыки, и не знал, что ему делать. Кстати, про август. Успешное вторжение в СУ в Курскую область стало смертельным ударом по долгому управлению российского диктатора Путина. Оно сделало его первым со времён Второй мировой войны лидером, который уступил российские территории иностранной армии, пишет The Times, и отмечает, что интересно, что украинское войско начало свою операцию именно в августе для России. Это месяц катастроф и потрясений, начиная с неудачного в 1991 году переворота Горбачёва. С тех пор, кроме катастрофы подлодки Курск, август стал месяцем больших террористических атак, стихийных бедствий и разрушительного финансового кризиса. Поскольку до конца осталось более двух недель, Путин, видимо, спрашивает себя, не станет ли он очередной жертвой августовского проклятия, пишут журналисты. Сергей, а вот как вы думаете, станет ли этот август последним для Путина? Вот смотрите, мы с вами записываем нашу передачу в четверг, значит, сегодня у нас какое-то 10-е, наверное, да, число августа? 11 августа. 11 августа. Вот то, что написал The Times сегодня, 11 августа, я это сказал 10 дней тому назад. То есть, они просто меня подслушали и написали свою статью, но они опоздали с этой статьей на 10 дней. То есть, это, конечно же, это первое, что пришло в голову любому человеку, который знает историю Российской Федерации и России. Все знают, что август месяца проклятое место, проклятый месяц в Российской Федерации проклятый для Путина, для Путина проклятый абсолютно месяц, потому что подводная лодка Курск, и, кстати, президент Зеленский тоже надавил на это дело, потому что в одном из своих выступлений он тоже сказал, что в Курске, когда Путина пришёл к власти, у него начался Курск, и Курском может закончиться его правление. Ну и понеслись уже, кстати, спекуляции о том, что вообще в Кремле идёт настоящая не просто война, потому что война-то понятно, вот мы её с вами рассказали, кто из них чего делает, но идёт и подготовка, возможно, даже к кремлёвскому перевороту. Ну просто там какие-то люди в канале у Невзорова, была там ссылка, по-моему, на политико, где написали, что вроде бы там люди вокруг Путина кинулись к нему в ножки и сказали «Володя, уходи, сам отдай власть Мишустину или Белоусову». Это, конечно, для меня полная туфта. Это Патрушев написал этот текст. И этот текст, почему? Потому что мы с вами всё время говорим, что генерал СВР всё время говорит «Патрушев, Патрушев, Патрушев», которого отставили. Для Патрушева получилась возможность сейчас взять реванш и сказать, что вот видите, ты поменял, чем из-за опыта стадил вместо меня, и вот отсюда все проблемы. На самом деле, конечно, это не зависит от какой-то фигуры, которая вокруг Путина. На самом деле все устали от Путина, на самом деле все понимают, что Российская Федерация ведётся в тупик абсолютный, но решиться на то, чтобы ему табакеркой дать по башке, или галстучком его задушить в этом премьерсском кабинете. Пока что никто не решается. И это глупость этих людей, которые находятся вокруг Путина. Сегодня Белоусов тот же сказал, что Россия перебросит дополнительные силы в Белгородскую область для защиты границ. Ну и сегодня в Белгородской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Губернатор местный говорит, что ситуация крайне тяжёлая. А что означает ЧС федерального масштаба? И тут просто отмечают, что по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации федерального характера будут профинансированы они из федерального бюджета. То есть это, возможно, для этого её и объявляют, чтобы можно было успеть пополнить свои карманы? Да, её для этого объявляют, но не только свои карманы. Ну то есть на самом деле там она связана с тем, что во время чрезвычайных ситуаций, во-первых, затрудняются выполнение всех прав и свобод граждан, то есть вы имеете законное право ограничивать все права и свободы граждан. То есть граждане не могут передвигаться спокойно, свободно, не могут говорить свободно, они и так вообще не могли говорить свободно. А теперь просто вот во время ЧС или во время КТО им это запрещено просто уже формально. То есть их можно сажать в тюрьму за то, что они просто вам скажут, а почему вы меня проверяете документы? Да, потому что вот режим такой. Плюс это имеется в виду административная некая мера, потому что когда у вас нормальная ситуация, то у вас работает обычно обыкновенный утверждённый бюджет вашей области и государственный бюджет. А когда у вас ЧС объявляется, то у вас задействованы резервы государственного бюджета, то во-первых людям начинают выплаты какие-то, то есть Путин назначил по 10 тысяч с барского плеча подъёмных выдал, а если объявляется ЧС, то ещё 15 тысяч ещё добавляется к этой сумме. В результате получается 25 тысяч, а для Курской или Бергородской области это для кого-то зарплата месячная. То есть мы с вами смеёмся, что это типа ну что это за деньги такие, да? А в Российской Федерации на самом деле в большинстве городов зарплата 20 тысяч, зарплата 25 тысяч. И когда даже это я говорю в наших эфирах, мне даже люди поправляют и говорят, да чего там 25 тысяч? У нас пособие по безработице 3 тысячи, 3,5 тысячи. Пособие за ветеранство, даже за эти самые за участие в боевых действиях это 3,5 тысячи. А тут целых 20 дают или целых 10, целых 15. 10 тысяч это 100 долларов? Это 100 долларов, но не надо в долларах мерить. Это не 100 долларов. Это в России мрот 18 тысяч. Значит, минимальная гарантированная государством оплата труда 18 тысяч. В Российской Федерации это официальный уровень. То есть вас могут взять на работу и вы будете говорить, а заплатите мне 102. А вам говорят, нет, вот у нас законом поставлена нижняя платка 18 тысяч. Меньше 18 платить не можем за полный отработанный день и, соответственно, за полный месяц отработанный. Но больше платить тоже не должны, потому что мрот есть 18 тысяч. За пенсия Российской Федерации минимальная это тоже 5 тысяч. 5 тысяч уровень бедности в Российской Федерации это 12 тысяч по-моему сейчас. То есть мрот 18, а уровень бедности 12. Но стипендия в Российской Федерации это в зависимости от вуза или от какого-нибудь учебного заведения среднего это от 7 до 15 тысяч рублей. То есть на самом деле нам с вами кажется, что это очень смешные деньги, потому что это всего 100 баксов или там 150 баксов. А для Российской Федерации это абсолютно нормальные деньги в большинстве регионов. Вы думаете, почему их привлекало на войну за 200 тысяч? За 200 тысяч рублей? Потому что для них это 2 года зарплаты. Есть регионы, где это 2 года зарплаты, или там полтора года зарплаты. Или в лучшем случае там год зарплаты. Это в лучшем случае. А в некоторых местах это 2 года зарплаты. Почему они шли на убийство с себя самого, на самоубийство? Да потому что просто они сидят на пособии в 5 тысяч, а тут им предлагают 200. И всё. И тёща с женой говорят, ладно, ты вот там пьяница сидишь, ничего, просто проедаешь, протираешь шпортки и пьянствуешь. Ну-ка, иди хотя бы заработаешь на квартиру детям. Детям спаси хоть детей. Ладно, ты уже ни на что не годен, но спаси хоть детей. А на самом деле и тёща, и жена рады, когда если тебя там ещё убьют, а нам заплатят 7 миллионов. Представляете, в этом регионе, где у них там пособие 5 тысяч рублей, им платят 7 миллионов. 7 миллионов. Но это миллионеры. 70 тысяч баксов. Это, конечно, миллионеры. Конечно, миллионеры. Это можно квартиру купить, это можно Ладу Калину купить в белого цвета. Между тем, сейчас в Москве начинают усиливать меры безопасности, пишут РосМИ, там ждут диверсантов из Украины. На въезде в столицу часть шоссе преградили КамАЗами и также усилена охрана территории в центре Москвы и вокруг Кремля. Путина тоже уже спрятали? И вот, Сергей Олегович, как вы думаете, будем ли мы наблюдать что-то подобное, как было во время марша Пригожина, когда все российские чиновники убегали с Москвы? Да, конечно, то есть это реально, а сейчас уже реально мы это наблюдаем, потому что, смотрите, чрезвычайная ситуация, почему-то премьер-министр Мишустин в отпуске, а Песков, пресс-секретарь президента, в отпуске, а Соловьев в отпуске, и все, и там уже половина людей в отпуске. Вот, и Медведев уже наверняка в Сочи сидит, и Путин давно уже не в Кремле сидит. Последний совмест говорили, что в Новоогарёво, но я убеждён, что он на Валдае проводил последний Совет Безопасности, а может быть даже на Урале, может быть даже на Урале уже спрятался, потому что боятся, конечно боятся, потому что они же поняли главное, то, что я вам сказал, что если зайти, напрасно набраться просто наглости и зайти в Российскую Федерацию, то выяснится, что вы со своим танком можете дойти за Москвы за двое суток. И кто вас остановит? Гаишник какой-нибудь остановит с пистолетом, да? Да вы его машину, гаишную, раздавите гусеницами и поедете дальше. И всё. Кто вас может освободить? Кто вас может остановить? Потому что все боевые части, все на фронте. Они все на фронте находятся. Послать вас догонять тоже нельзя, потому что если снимешь с фронта, тогда украинцы прорвут и пробьются к Азовскому морю и отобьют свою территорию до границ 1991 года. И всё. Конечно, они все боятся. Они боятся, что сейчас начнут диверсионно-разведные группы, ДРГ так называемые, начнут по всей России располдаться. И просто вы смотрите, что такое областное управление УФСБ в любой столице любого этого самого органа федеральной власти, субъекта федерации. Это 150 человек в столице. Вот в Курске сидит 150 чекистов ФСБ. А в каждом районе от 20 до 30, в больших районах 40 человек. Это мирные люди, у которых есть пистолеты Макарова. То есть подъезжаете на танки, прямой наводкой бьёте по зданию ФСБ, и всё, нет никакого ФСБ. Один снаряд и райотделу ФСБ нет. Едете дальше, приезжаете в Курск, там стоит большое здание у ФСБ, там вам понадобится 10 снарядов, чтобы эти 150 человек погрести под обломками этого здания. Всё. Вы вспомните Пригожный, когда он зашёл в Ростов. Ростов — это город миллионник. В нём есть ростовское управление у ФСБ по Ростову и Ростовской области. В нём был командный пункт этой южной группировки войск, в нём есть управление внутренних дел. Кто-нибудь двинулся? Не двинулся, потому что Пригожин что сделал? Он взял каждому из этих управлений, подогнал даже не по танку, а по БТРу, а на самом деле по танку. Вот стоит БТР и танк, и пушка наведена прямо на здании. И Пригожин тогда им сказал, чего, ребята, значит, мы свои, во-первых, всё нормально, это ещё не украинцы, успокойтесь, мы пока что только вагнеровцы, но не вздумайте выходить из этого здания, не вздумайте рыпаться, не вздумайте доставать свои пугалки, эти самые ПМ. Во-первых, вы до нас не добьёте, потому что ПМ бьёт на 100 метров и убивает на расстоянии 50 метров. То есть пистолет на самом деле, если это только не специальный какой-то там супер-кольт, я не знаю, какой-то с таким длинным стволом, то на самом деле он уже не убивает на расстоянии 50 метров. А тем более он не пробьёт броню танка, а тем более он не пробьёт бронежилет и так далее. И поэтому Пригожин сказал, сидите, ребята, тихо, не высовывайтесь. И они все сидели, как мышки, тихо, не высовывались. И когда они пошли колоннами две бригады по этим самым в Москву, то гаишники отдавали им честь. А что? Либо отдашь честь, либо отдашь жизнь. Вот и выбирай. И они все выбрали отдать честь, чем лучше, чем отдать жизнь. И всё. И вот то же самое может быть с любой. Разведанная диверсионная группа, она же ещё может не действовать совсем по-другому. Вот сегодня же уже была информация о том, что взяли каких-то новых людей, там, сто человек в плен, потому что приехали украинцы в российской форме. Сказать, мы подкрепление. Потому что представляете, какой сейчас бардак в Курской области. Сейчас никто никого не знает. То есть вот когда у вас нормальный субъект, то вы знаете, ну, грубо говоря, в каждом райцентре все ФСБшники знают всех гаишников, всех милиционеров и, так сказать, друг к дружку и местную власть. А сейчас все они разбежались и поэтому откуда-то со всех сторон страны приезжает типа пополнение. А это значит незнакомые люди на военной технике. А что украинцам мешает взять российскую военную технику, надеть российскую форму и приехать в любой город и сказать, а мы подкрепление. Больше того, у нас вот приказ КТО о том, что вы нам добровольно передаете все объекты связи, все объекты государственного управления и всё. И всё. Кто будет? Пока они там будут звонить, звонить этому самому Бортникову, а Бортникова не будет на месте. Он же сбежал тоже. Он уже на даче там сидит с Патрушевым, редиску копает. И, значит, это самые хвостники у них дорожат. Как это было припредложено? Ведь, понимаете, это вопрос солдатской смекалки, и солдатской наглости. То есть, грубо говоря, когда идёт вот такой расклад, то чем ненормальнее ситуация, тем сложнее, кстати, налаживать порядок и сложнее в ней бороться. Потому что никто никого уже не знает. И все новые какие-то люди приезжают. И вы не можете уже быть гарантированно уверены, что человек, с которым вы разговариваете, что он приехал из Москвы, а не из Киева. Сергей Олегович, вы вот вспоминали, что и марш Пригожина, что никто не остановил тогда этот мятеж. И вот сейчас мы видим, что никто не останавливает украинские танки. Просто я вспоминаю, когда россияне вторгались в Украину, то у нас люди голыми руками останавливали БТР и танки. А тут получается, что простые россияне, они просто смылись или спрятались в подвалах. А вот почему они не сопротивляются? Потому что они не являются гражданами Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации это не человек, у которого есть российский паспорт. Это человек, который ощущает себя ответственным за страну Российской Федерации. Большинство населения Российской Федерации ответственным за страну себя не ощущает. Больше того, даже те, кто хотели бы ощущать себя такими людьми, они уничтожены все Путина. Они либо посажены, либо уехали, либо находятся под наблюдением и так далее, и последствий. А все остальные — это просто быдло. Ну такое слово «неприятное», да, «быдло», грубое вроде. На самом деле это просто люди, которые не связывают себя самих с выполнением каких-то государственных задач. То есть, грубо говоря, у них есть какое-то государство огромное, которое за них всё решает. Оно их кормит, оно их поет, оно их содержит, оно их лечит, оно их учит, оно их убивает, оно детей принимает, заставляет их рожать, оно им запрещает заниматься чем-то, разрешает заниматься чем-то. И эти люди абсолютно инфантильны, то есть они перестали быть субъектами общественных отношений. Субъектом в путинском режиме является путинский режим. Все остальные граждане являются объектами путинского режима. И поэтому объекты не должны влиять на субъектность. И поэтому если идёт какая-то иностранная сила, то они говорят, вот послушайте, что они говорили? А где Путинка? Почему он нас не защитил? А почему местная власть нас не защитила? Почему они все сбежали? Ни один из них не сказал, что я вот взял оружие, я взял берданку, у меня дедовская берданка была, я там убил двух человек или пытался защититься, а все остальные сбежали. Нет, у них даже такого в головах даже нету, потому что им 80 лет, даже больше, сколько там получается, советская власть уже больше 100 лет. Значит, Октябрьская революция в 17-м году празднула столетие. Значит, сейчас уже получается 107-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Уже тогда им отбили всю субъектность. А до этого ещё был царский режим в Российской империи, в которой тоже не было субъектности, потому что был царь, отец своим солдатам и отец народу, и народ безмолвный, который являлся не субъектом, он являлся объектом защиты царя, заботы царя и заботы его чиновников. И всё. И поэтому это страна, которая сформировалась так. Украина, в отличие от этого, абсолютно иная страна, в которой люди себя ощущают людьми, причастными к тому, что происходит в стране. Поэтому они защищают свою страну, они защищают свой дом, они защищают свою улицу, свой огород, свою корову, свою свинью. Эти люди ведь побросали весь свой скот. У них сейчас там дохнут свиньи, коровы, лошади, куры, потому что их никто не кормит, никто не поет. Вот в чём дело. Сейчас у них там будет катастрофа, кстати, санитарная. Потому что, представляете, сколько у них скота. Это ведь всё-таки сельское население. У каждого там чего-то, хоть какая-то скотина, но есть. И они всю её побросали. В лучшем случае люди поприличнее взяли кошку свою, или сам собаку с собой, когда сбегали. А те, которые неприличные, они и кошек оставили, и собак оставили. И всё. И там сейчас просто жуть. Это вот такая Российская Федерация. Кремлёвский диктатор думал, что сможет захватить Украину через несколько дней в 1922 году. Но через два года ему это так и не удалось. И когда его бывший повар возглавил мятеж на Москву, то российские войска не вмешались. А когда Украина вторглась в Курск, местные жители не сопротивлялись. Пишет об этом издание The Economist и говорит, что на Западе это всё видят. Вот как вы думаете, может ли то, что они видят, изменить мнение западных партнёров, которые якобы боятся Путина, боятся эскалации, на то, что всё-таки не стоит его бояться? Да, это может изменить кардинально. И больше того, не только западное, но и восточное. Потому что это понял Китай. Это понял Китай. Китай понял, что он может просто взять всю Сибирь и весь Дальний Восток, не выпустив ни одного выстрела, не сделав ни одного выстрела. Потому что, вот смотрите, с Украины зашло 10 тысяч человек. А если из Китая зайдёт 10 миллионов, то и что? То вот что будут делать эти самые россияне? То есть если 10 тысяч, и они не могут ни на что ответить, если два с половиной года они зашли в страну, у которой, они говорили, нет армии, нет ничего, нет государственности, и они два с половиной года не могут её взять, то а если из Китая зайдут не 10 миллионов, а 20 миллионов? А если из Китая, в котором полтора миллиарда зайдёт 100 миллионов, то что Россия будет делать? Забросает всех ядрёными бомбами. Вот это единственное, что ей останется. Но ещё нужно, чтобы они у неё взорвались, нужно, чтобы кто-то нажал на эту красную кнопку. Вот и всё. И, конечно, теперь больше нету сверхдержавы Российской Федерации. Её давно уже нет, это уже давно все знают. Но это теперь стало абсолютно всем понятно. Вот я думаю, что только ещё какие-нибудь, может, африканцы, и то даже африканцы какие-нибудь из своей Африки скажут, подождите, подождите, ну ладно, он там не мог завоевать страну, мы уже себе задавали вопросы, а как же так, зашёл в чужую страну, слабенькую такую, нехорошую, и два с половиной года не может там победить. А тут вдруг эта слабенькая страна к нему заходит, и он ничего не может сделать. Так а нафига нам нужны тогда эти вагнерфцы? Вон вагнерфцы к нам приехали, с ними твареги что сделали? Там что штук, просто их побили, там просто этими пиками и вилами. И всё, и ничего от них не осталось, ни рожек, ни ножек. А нафига они нам тогда нужны, такие эти вагнерфцы и Путин такой? Вот, то есть на самом деле сейчас наверняка идёт переосмысление очень многих вещей. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии, пишите своё мнение о происходящем в Курске и не только. Ну и, конечно же, не забывайте указывать, с какого вы города, откуда нас смотрите. Нам очень интересно знать это, но и будем также расширять нашу географию. Подписывайтесь обязательно на YouTube-каналы 24 и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Всем спасибо за внимание. До встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok